МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На них приглашены только учащиеся первых, девятых и одиннадцатых классов. Ночь кино прошла в Магадане. Полюбившиеся многим отечественные фильмы бесплатно показали на большом экране кинотеатра «Гарняк». Режим повышенной готовности в Магаданской области продлили до 14 сентября включительно. Соответствующее постановление глава региона Сергей Нусов подписал на заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при посещении магазинов. 90 предприятий общественного питания в Магадане прошли обследование и получили акт, дающий разрешение на оказание услуг в период действия ограничительных мер. Разрешено посещение образовательных учреждений в том случае, если они отвечают всем санитарно-эпидемиологическим правилам. С момента начала эпидемии коронавирусом в регионе заразились 1999 калмчан. Справиться с болезнью удалось 1610. Для 18 встреча с вирусом оказалась фатальной. За прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения. На голове белый бант, а в руках колокольчик. В Магадане начались праздничные школьные линейки. Чтобы снизить массовый контакт у людей во время эпидемиологической обстановки, торжественные мероприятия начали проводить в последние дни августа. На них приглашены только учащиеся 1, 9 и 11 классов. Сегодня прошла торжественная линейка для 1, 9 и 11 классов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Линейка прошла очень хорошо организованно. Дети у нас будут учиться в соответствии тоже с требованиями Роспотребнадзора. У нас выбран ступенчатый режим обучения. Дети будут обучаться очно. Ну, по необходимости, если будет такая ситуация, для них будет организовано в дальнейшем дистанционное обучение. Все зависит от того, какая будет ситуация у нас в городе с коронавирусом. С 1 сентября уроки начнутся во всех школах города в очном режиме. Учебный процесс пройдет, как и раньше, в две смены, не ранее в 8 часов утра. Расписание для каждых классов будет отдельное. Учебные учреждения подготовили с учетом всех мер эпидбезопасности, но сидеть часами в масках не придется. Средства индивидуальной защиты детям следует носить только по желанию. Более 500 миллионов рублей получит Колыма по поручению президента Владимира Путина. Средства поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации. 253 миллиона рублей выделено на завершение строительства школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в поселке Снежный. Учреждение возводят в рамках реализации национального проекта образования. Общая площадь объекта около 6 тысяч квадратных метров. Здание будет состоять из двух двухэтажных блоков школы – учебного и спортивного, которым пристроят детский сад и пищеблок. 258 миллионов рублей дополнительно выделено Магаданской области на продолжение благоустройства парка «Маяк». В строительство основной части было вложено более 180 миллионов рублей. Парк был открыт в декабре 2019 года. Более подробно о его будущем в эфире «Авторадио Магадан» рассказал глава города. Во-первых, это будет большое количество плоскостных спортивных сооружений для разных возрастных групп. Потому что вы видите, что вот в этой части парка приходят люди не просто погулять, а приложить свои физические усилия на тех предметах, которые для другого предназначены. Поэтому там будут и качалки, там будут и рукоходы, там будут и другие спортивные площадки. И я думаю, что все получится. И просили там пана футбол, и пана футбол будет. Ну и, конечно, увеличим парковочную территорию. Добавим еще, наверное, место общего пользования, потому что в парке сделан туалет, но его мало. Будем добавлять. Ну вот парковка будет порядка на 50 автомобилей, она очень востребована, потому что люди приезжают, конечно, на колесах туда, чтобы отдохнуть. Образить внимание, очень востребованы, особенно у нашего народа, качели. Мне кажется, такой вид. Качели будут. Такой вид, как... Но более поэкстремали, немножко поэкстремали мы там. В эфире «Авторадио Магадан» глава города рассказал также об эпидемиологической обстановке в городе, готовности к отопительному сезону, благоустроительных работах и поздравил горожан с первым сентября. Я поздравляю всех с наступающим новым учебным годом, очным. Мы идем в школу. Дети соскучились по школе, дети соскучились по одноклассникам, учителям. Всех с праздником. Самого хорошего всем, чтобы ожидания родителей, детей, учителей, они совпадали. За ложную информацию статья «Новые меры ответственности к главе и депутатам города» утвердили члены комиссии по вопросам местного самоуправления в Магаданской городской думе. Речь идет о предоставлении ими недостоверных сведений о доходах. В случае незначительных нарушений можно отделаться замечанием. А вот за скрытие доходов наказание гораздо серьезнее – лишение полномочий. Во-первых, должна предоставляться полноценная информация. Она должна быть открытой к доступу для обычных жителей, обычных граждан Российской Федерации. И эта информация, к тому же, должна быть достоверной. Кроме того, поменялся порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Список документов от претендентов дополняется сведениями о деятельности, как альтернатива трудовой книжке и документов о регистрации в системе индивидуального учета. Также из положений исключено собственноручное заполнение накеты. Ночь кино прошла в Магадане. Полюбившиеся многим отечественные фильмы Ивана Саревича «Серый волк 4», «Лед 2» и «Холоп» показали на большом экране кинотеатра «Горняк» в минувшую субботу. Для гостей в этот вечер также провели викторинные конкурсы, малышей развлекали, ростовые, буклы. Вход на все события акции бесплатный. В мероприятие принял участие мэр Магадана Юрий Гришан. Он поздравил с праздником «Горожан» и вручил благодарности специалистам кинотеатра, отметив их творческий подход и любовь к своему делу. Я рад, что сейчас возвращается российское кино. Возвращается, причем очень мощно, когда тоже полные залы собирают наши кинотеатры. Я рад, что мы пережили те тяжелые годы, когда кино практически было провалено. И вот последние годы у нас уже не один кинотеатр в городе Магадане, есть и конкурент. Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» прошла в пятый раз. В мероприятие приняли участие кроме Магадана 68 регионов. Командир поискового отряда безымянный Геннадий Анучин прибыл в Магадан из Калуги и провел экскурсию для жителей Колымы. В галерею боевой славы областного центра были переданы музейные экспонаты с мест боевых действий Великой Отечественной войны. Оружие, снаряды, патроны и личные вещи солдат, несущие истории горьких лет, теперь хранятся в залах муниципального центра культуры. Некоторые вещи эксклюзивные, сохранились в единственных экземплярах и на безвозмездной основе были переданы из Калужского поискового отряда в Магадан, минуя другие музеи российской столицы. Вы знаете, конечно, сложно все это было, потому что и ребята мои начали немного сопротивляться. Ну зачем? Мы 30 лет занимались, а теперь куда-то отдаем, мы не можем детей туда привезти и показать. Да и все-таки каждый экспонат – это не только память о войне, но это наша жизнь отрицкая. Но постепенно стали понимать, что там, где не было войны, это ценится значительно серьезнее. Да и потом, когда я присмотрелся к вашим работникам, я понял, что эти люди доведут дело до конца. Выставку с экспонатами Великой Отечественной войны можно посмотреть любым желающим индивидуально каждую субботу в галерее боевой славы с 12 до 16 часов. Для организованных экскурсий не более пяти человек за раз необходимо уточнить правила и время по телефону 62-92-05. Поехали. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз-два-три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще массы интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова